4 ноября россияне отметили День народного единства. Это дата – переломный момент в истории страны. Народное ополчение, которое возглавил Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в 1612 году, освободили Москву от польских захватчиков. Смутное время на Руси закончилось. Примечательно, что спустя 4 века народное ополчение снова обрело актуальность. В России продолжается специальная военная операция. В Новосибирской области в этот день организовали акцию «Мы вместе». Искитимский район тоже присоединился. На базе 4-й Львовской школы 4 ноября собрались районные активисты – волонтеры. Везде я принимаю активное участие. Стараюсь также подтягивать, так сказать, людей к такому же занятию. Я считаю, что все должны быть вместе. К волонтерам присоединяются студенты Львовского центра профессионального обучения и спортсмены детско-юношеской спортивной школы. Студенты смотрят активно наши публикации в группе ВКонтакте и говорят, почему мы не можем принимать участие. Сегодня у нас 15 человек приглашено. А также у нас, получается, активно стали проситься в наши мероприятия Дю США ребята-спортсмены. Они считают, что вот, пожалуйста, есть повод того, что сказать, что мы вместе. Как может вообще быть иначе в сегодняшнее непростое время, которое мы должны быть одной единой командой для того, чтобы решать поставленные цели. Потому что нас сегодня со всех сторон шпыняют, извините за выражение. Поэтому если мы не объединимся и не станем одним целым, одним кулаком, ничего у нас не получится. И это все приемлемо к этому празднику, который сегодня день народного единства. Ребята выстраиваются с флагами в форме сердца. Молодые люди знают, все они разные. Однако пусть отличаются их увлечения и интересы, но ради общей цели и благополучия и свободы нашей страны они могут сплотиться и стать едиными. ГРАЗ М-